Антон Палыч Чехов Добрый вечер! Здарова! Давно не виделись? Сегодня поговорим о Просекко Тинтонелли Extra Dry. Как написано на контр-этикетке, белое сухое. Погнали! Есть у итальяшек такой целый класс напитков Просекко. В принципе, у нас это все идет как игристые. Я даже больше того скажу, их часто у нас называют шампанским, что в принципе неправильно, на самом деле терминология похрену. Просекано и просека. Это белое, игристое вино, достаточно простенькое, интересненькое. Будем сейчас его открывать и пробовать. Видишь, у меня даже, не знаю, видно будет это на камере или нет, оно немножко запотевшее. Вот, а давай-ка мы вот так крупным планом ее сделаем. Отдаляем. Вот, такой подсъем, просто потом мы уже без этой штучки будем снимать. Пока я открываю все это дело, могу сказать, что в Просеках, как и в прочих таких игристых напитках, первое главное правило, его нужно охлаждать. Чаще всего, сколько я их пробовал неохлажденные, во-первых, они невкусные становятся почему-то. Вот, если ты знаешь, почему они становятся невкусными, напиши мне, кстати, в комментариях, может быть, ты мне объяснишь. И самое главное, когда они не охлажденные, они еще так бабахают, что, мам, не горюй, им можно глаз выбить. Но у меня охлажденные, все нормально, спокуха, с дымком. И пахнет с дымком. Вообще, понимаю, достаточно странный, может быть, на твой взгляд, выбор в нашем обзоре. Но мы же собирались открывать вообще все подряд и пробовать. А я даже большего того скажу, мне Просеки лично нравятся, причем многие. Ну да ладно. Тинтонели Просеку, Экстра Драй. Упаковка. Стандартная бутылка зеленого стекла. Пробковая пробка, что удивительно. Причем удивительно, потому что у некоторых встречается непробка. Ну, это фиг бы с ним. Ладно. Классическая бутылка, достаточно простенькая, никаких выпендрежей. Здесь все спокойно, все нормально. Крепость этого напитка порядка 11 градусов. Поэтому, в принципе, с ним нужно быть бдительным. Две бутылки такого дела взрослого мужика уносят. Уносят. Цвет. Вообще, мне здесь на кухне понять цвет достаточно сложно, потому что у меня она вся бежевая. Поэтому, в принципе, у меня все бежевое. Но вообще, это достаточно прозрачная жидкость. В принципе, цвета нет. Первый лоточек. Сейчас, секундочку. Вот, чем мне нравятся вот эти вот просеки, вообще такого класса вина. Они изначально, вот у них первый аромат, это такой приятный фруктовый запах. Ну, попробуем. А дальше, а дальше все очень просто. Как и во всех просеках, достаточно сухой напиток, с легким таким фруктовым вкусом. И вот здесь вот есть привкус, я не помню, как он правильно называется, наверное, у него есть умное название. Но здесь есть привкус вот этого вот газов, чем они там, диоксид серы, газируют все эти напитки. По-моему, как раз вот он. И он здесь достаточно ощутим. Прикол в том, что мне это напомнило наше советское шампанское. Кстати, надо попробовать. Цвета у него нет. Запах у него прикольный фруктовый. Прикольный фруктовый. Фруктовый. Вкус. Вкус достаточно нейтральный. Узнаваем. И, кстати, самое интересное, я знаю тысячу, ладно, тысячу это я загнул, наверное, десятки, может быть, сотни девушек, которым нравится такой как раз вот этот вот привкус и вкус, вот этот вот, который воспитан в российском человеке, российским шампанским. Но я скажу сразу, мне такой привкус не очень нравится. Поэтому вкус у него достаточно нейтральный, насыщенность очень такая слабенькая, небольшая. Кстати, у нас в чек-листу, чек-листя, есть понятие первый глоток. Это первое прям ощущение, которое было. И второй бокал. Хочу сразу сказать, что вот эти напитки пьются прекрасно и легко, в силу того, что они легенькие, нейтральные, не перебивают никаких там вкусов. И их, в принципе, очень легко, ну, выпить много действительно. Поэтому, наверное, надо быть поосторожнее, но, с другой стороны, все зависит от того, а с кем ты пьешь. Если ты выпиваешь это там с девочкой какой-то, тогда, может быть, и можно взять и пару-тройку бутылочек. Насыщенность. Насыщенность у него никакая. Для кого? Мальчик, девочка или у них секс? Конечно, стандартный рептилоид скажет, что это все исключительно для девушек. Нет, рептилоид скажет, это для бабс, наверное. Рептилоид, подскажи. Для телочек. А, стандартный рептилоид скажет, для телочек. Ну, я не согласен с формулировкой, но со смысловой составляющей соглашусь. Это для девушек. Но, с другой стороны, по мне лично, но мне нравится вот этот класс вин именно летом. По мне, это хорошее такое освежающее питье. Мало того, скажу, в той же самой Италии и Испаниях, вот это вот, их любят вообще попивать на завтрак, обед и ужин. Как освежающий такой аперитивчик. Да и он вообще достаточно приятен. Именно тем, что нейтрален. Ну, что такая газировочка, чуть-чуть даже сладковатая. Хотя она и экстра драй, что удивительно. Кстати, а экстра драй, но она сладковата. Интересно. Вот, дальше пошло как раз сладковаться. Поэтому мы будем нормальными, стандартными шовинистами. Поэтому скажем, что это для девочек. Кому? Имеется в виду, кому такое подарить? Ну, ребят, это достаточно недорогой напиток. С этим можно просто приходить в гости. Просто к столу. Вообще бы я назвал, это, наверное, столовое вино. Поэтому, как откровенно, отдельно подарок я бы не рассматривал. Но прихватить к столу или к подарку, там, к букету, будет прям... Ну, кому? 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 Кому это дарить? Другану это подарим? Нет. Преподу подарим? Нет. А, преподавательнице. Вот преподавательнице хорошо подарить. Точно. Вот это хороший подарок любимой преподавательнице. Да, дело хорошее. Особенно, если она только-только после педуниверситета. Вот это будет прям вообще отличный подарок. Главное, чтобы жена не слышала. Так вот, она все равно смотрит на ее выпуски. Поэтому, если ты нашел преподавательницу, которая только выпустилась из института и пошла только преподавать, вот туда как раз бери три. Подо что? Вообще, на этой штуке написано под морепродукты. На этой штуке, на контр-этикетке имею в виду. И прикол в том, что я, в принципе, полностью с этим согласен. Для морепродуктов, каких-нибудь легких паст с морепродуктами, это прекрасный такой, в принципе, компаньон. Но, по мне, сюда можно еще много-много-много других блюд вписать. Каких, которые достаточно нейтральны. Почему-то те же самые морепродукты. Потому что тонкий аромат устриц подчеркнется тонким ароматом этого напитка. А если вы будете что-то такое типа хинкалем это дело употреблять, то это превратится просто тупо в воду. Поэтому какие-нибудь легкие сыры. Но, на мой взгляд, здесь есть продукт один, который сюда подходит просто идеально. И, тадам, рояль кустах. Виноградик. Вот виноградик, на мой взгляд, к этому напитку идеален. Да, прекрасно. Причем, обратил внимание, я запиваю еду. Ладно, возвращаемся к нашему списку. Короче, морепродукты, фрукты, легкие блюда. Кстати, легкие какие-нибудь невыдержанные сыры. Сюда, по-моему, тоже прекрасно подходит. Какой-нибудь там моцарелла, буррата. Вот эта вся ерунда. Итальянская туда вот тоже вообще прекрасно войдет. Особенность-эксклюзивность. Ноль. Вообще никаких. Эксклюзивность и просека, и просека. Даже поставлю прочерк. Остаточные явления. Послевкусие похмелье. Послевкусие очень приятное, очень нейтральное. Какая-то такая легкая фруктовинка на языке остается. В принципе, больше ничего. Похмелье, ну, исходя вообще из опыта моих с просеками, в принципе, они достаточно благосклонны к употребляющему. И на утро сильно не карают. Это достаточно такой качественный продукт. Хотя, я помню, что когда-то давным-давно упарываться советским шампанским, вот похмелье хуже его, ну, там мало кого можно подобрать. Не знаю, чем это связано. Может быть, здесь просто как более качественный продукт. Может быть, то, что туда типа серый фигачит. Да фиг его знает. Почему? Ну, вот это достаточно благосклонно с тобой будет по утрам. Поэтому послевкусие приятное, похмелье приятное. Чё почём? Как и все просеки такого начального уровня, это где-то в районе 1000 рублей или порядка, там, где-то 12-13 баксов. Вот примерно они все вот в этой линейке идут. Мы не берём уже более дорогие марки какие-то там с Павсом. Пока не берём. Вот. Но это где-то в районе 1000 рублей за бутылку. На мой взгляд, рейтинг этого напитка я бы поставил бы вот здесь вот уже надо делить. Для рядового застолья, иными словами, поставить это к столу под лёгкий обед, это идеально подходит. А что-то интересное он не несёт, поэтому рейтинг, ну, наверное, 2,5 пробочки вот я туда поставлю. Это такой среднячок и даже на трёшку не тянет, потому что он не вытягивает. Два с половиной. Брать, не брать. Вообще спокойно, потому что я знаю десяток просека в этой же ценовой категории, которые не отличишь на самом деле. Короче говоря, если нет другой альтернативы, или ты стоишь и убираешь между тем и этим, то в принципе это можно совершенно спокойно брать. Ничего не выдающегося, ничего страшного в нём нет. Поэтому брать. Или не брать. Брать. Можно дождаться каких-нибудь акций и взять побольше. О, доп. параметры наши любимые. Удар по шарам. Та-та-та-та-та. Как и все эти игристые штуки, накрывает быстро, приятно, комфортно. Причём, ключевое слово, быстро. Отпускает ещё быстрее. В принципе, упороться этим можно, причём достаточно интенсивно, но самый прикол, достаточно быстро и отпустит. Есть такое наблюдение, что там бутылка какого-то такого плана напитка, выпитая там за полчасика, накроет хорошо, но через полчаса уйдёт, как будто и не было ничего. Поэтому удар по шарам приятно стремителен. Творческий потенциал. Творческий потенциал никакого. Это напиток для приятной беседы, застолья, для общения. Поэтому творческий потенциал у него общения. Бухолокация. Как я уже сказал, на кухне, за обедом семейным, на летней веранде, в принципе, в каком-нибудь кафе-баре-ресторане взять к рядовому обеду. Это прекрасный компаньон. Если вообще резюмировать этот напиток, это прекрасная штука для того, чтобы вечером с женой на ужин его употребить под какую-нибудь пасту с морепродуктами. А это, в принципе, был Михаил. Пока.